Добрый день! Исландия, жизнь без фильтров, жизнь в коронавирусе. Так сейчас везде все, уже люди устали. Ну, информации про Исландию нет никакой, поэтому расскажу вам, что происходит у нас. Ну, сначала хотел бы сказать, обратиться к этим, к ученым, глобально потеплителям. Вы на какой планете живете вообще? У вас потепление, в какой части вселенной у вас происходит глобальное потепление? В Исландии минус 9. Я бы не сказала, что у нас потепление. И наоборот, самая холодная зима у нас была за все время моего медиа наблюдения за 14 лет. Холодно, холодно. 9 градусов, это очень низкая температура для середины марта в Исландии. Так что я уж не знаю, где у вас там потепляется. Наверное, на какой-то специальной планете. Ну, вот оно, видите? Вот оно вам и пожалуйста. Вот вам бабушка, добрый вечер. Все. Все на карантин, да? Что происходит у нас в Исландии? У нас все спокойно. У нас вот детские сады открыты. Видите, вот там детский садик. Детские сады открыты, школа открыта. У нас закрыты университеты. У нас закрыты колледжи. У нас отменено посещение домов престарелых. И все вот это... А, да. Больше 100 человек не собираться. Что у нас еще? Ну, бассейны. По-моему, они открыты. Но как бы нежелательно их посещение. Поэтому у нас же идет спокойная, нормальная жизнь. Единственное, что они говорят. Мойте руки, мойте руки. В спирте полощите. В спирте умывайтесь. В спирте купайтесь. Теперь Минздрав снимает запрет на вот это дело. И поэтому это здравствует алкоголизм, как говорится. Ну, что ж. Спокойно в Исландии. Больше 150 больных. Я думаю, что сейчас немножечко будет больше. Потому что Исландия очень заботится о своих согражданах. И сейчас исландский... Исланд-аэр вылетает во все места, где есть скопления исландцев. Испания, Италия. Где они там еще? В Перу. Где-то там еще. В общем, оно всех сгребает. И везет домой. Все сгребанные исландцы будут сидеть дома у себя. Две недели на карантине. Какие больные, какие не больные. Ну, в общем, все будут сидеть на карантине. Вот. Ну, мера правильная. Еще одна мера правильная, которую я считаю, делают исландцы. Они, значит, открывают магазины. Но обычно у нас магазины открываются в 10 утра. С 9 до 10 у нас магазины открыты только для 65+. То есть все старички могут прийти до официального открытия магазинов и скупиться. Когда магазин еще чистый. Нет никаких там вирусов, ничего остального. Почему они приезжают и скупаются. Была я в магазинах, была в реке Викин в понедельник в больших супермаркетах. Все пусто. Людей никого нет. Товаров полно. Завались всего. Туалетную бумагу хоть ешь, хоть наматывай, хоть ее соли. Я не знаю. Ну, в общем, всего полно. Люди не гребут ничего. Ничего этого нету. Ну, туалетную бумагу не гребут, понятно. Гречку 100% понятно, почему не гребут. Потому что гречки в Исландии нет. Не было. Наверное, не будет. Потому что вот меня спрашивали в инстаграме, пробовал ли мой муж гречку. Он ее попробовал и сказал, что это ужасная гадость. Я не знаю. Я привыкла к вкусу гречки, поэтому ничего не могу вам сказать. Ну вот, на вкус иностранца гречка это ужасная гадость. Хотя я ему сказала, слушай, ну рис, ну не сильно по вкусу отличается от гречки. Он сказал, ну, наверное, сильно. Потому что он почувствовал, что просто гадость. Поэтому с гречкой в Исландии проблем вообще нет. Вот. Ну вот у нас холодно. Вот это единственная проблема, по-моему. Что еще? Исландцам, больным исландцам разрешено гулять. Даже не то, что разрешено. Они говорят о том, чтобы они гуляли. Они могут бегать вот на свободных территориях. Вот все горы, все леса, все поля. Еще не выпустили овец, поэтому исландцы могут бегать, гулять. Главное, чтобы не подходить к здоровым на 2 метра. Вот. А так все остальное они могут делать. Они могут ездить на машинах. Ну, выходить из дома, ездить на машинах. И, конечно же, нет никаких у нас ни штрафов, ничего. Наоборот, говорят, что люди должны выходить из дома, а не сидеть в замкнутом пространстве. Ну, потому что пространства очень много, поэтому чем там сидеть. Вот. У нас прилетают уже лебеди. Хотя, что они сюда прилетают? Потому что холодно. Ну, реально холодно. Вот. В принципе, это и все. Все новости. Потому что, ну, ничего особого не изменяется сейчас в исландской жизни. Возможно, закроется предприятие моего мужа. Ну, потому что там 20 мужчин работают вместе. И если кто-то из них заболеет, то закроют тогда всех. Ну, это как бы все ждут. Все ждут, потому что Исландия стопроцентно оплачивает вашу зарплату. Вы сидите дома, занимаетесь чем хотите. Бисероплетением. Хотите, он орегами. Хотите, он по пьемаше. Туалетной бумаги завались. Поэтому делай, что хочешь. Туристы, да. У нас есть туристы, которые застряли в Исландии. Но, в принципе, я не слышала, чтобы был какой-то трагедия. Какая-то трагедия для людей. Все очень смешно это воспринимают. Некоторые собираются гнать водку. Некоторые собираются делать пиво. Некоторые собираются там еще что-то делать. Ну, в общем, люди начинают придумывать, что им поделать от безделья. Поэтому все очень даже неплохо происходит. Исландия не подняла цены ни на жилье, не выгоняет людей на улицы, естественно. Все понимают цветоположение. Если люди сняли через Airbnb booking дома или гостиницах, то, естественно, их оттуда никто не выгоняет. И даже я слышала, что многие не берут деньги, если люди живут дольше времени. Потому что все равно сейчас туристов у нас никого нет. Спешить некуда. Все уже спокойненько. И на следующей неделе я собираюсь сделать большое-большое-большое-большое путешествие. И буду вам делать видео очень большие из бриллиантового пляжа, если вы не знаете, что такое. Возможно, и гейзер. В общем, Исландия без туристов. Что такое детственная Исландия без туристов? Вот это вы увидите. Потому что я вам хочу сказать, изменения прямо-таки налицо. Сын мой был на юге страны, ехал и через дорогу переходила огромнейшая стая оленей. Оленей, он сказал, где-то особей 200-300 было. И, конечно, это, конечно, вау. Вау, потому что раньше оленей, они все уходили вглубь страны от туристов подальше. А теперь они могут спокойно гулять. Ну, туристы, которые приехали давно, они уже все посмотрели. Вот, и поэтому теперь мы поедем, и я буду вам снимать пустую Исландию без туристов. Я думаю, что это получится очень интересное видео. Опять же, буду делать вот такие вот видео. Ну, такие вот, как я и делаю. Без всяких... Как вам сказать этих... Без фильтров, короче говоря. Без монтажа, без фильтров, без ничего. Вот как увидела, так вам все и показала, как оно есть на самом деле. Так что вот так я хочу сказать вам, что, посмотрев российские новости сегодня, я уже, знаете, прямо перед экраном. Или перекреститься хотелось, или быстренько смазать руки всем этим алкоголем этим. Потому что, ну, нагнетание обстановки, конечно, идет. И оно в Европе такое же. Это не только в России, оно и в Европе, конечно же, такое же. И в Италии все люди боятся. И там штрафы за то, что выходят на улицы, и все. Ну, слава богу, я на другой планете. Вот вы понимаете, я на планете, где похолодание, холодно. И на планете, где все спокойно. Поэтому вот такая вот жизнь в Исландии. Без фильтров, без ничего. Вон, слышите, детки играются так, что детские сады у нас все работают. Вот, так что рестораны тоже, кстати говоря. Я вам хочу сказать, что заправки, на которых готовится еда, тоже открыты. Людям готовят еду. На той неделе мы были в ресторане, кушали, и нас никто не выгонял. Маски носят только иностранцы. Исландцы с них смеются. Маски исландцы не носят. Единственное, что они одевают перчатки. Не все одевают перчатки, когда берут тележки в руки. И не все они как-то... Ну, все обнимаются, целуются так же, как и раньше. Так что, возможно, будет какое-то большое... Много людей заболеет. А вообще, может быть, вообще никто не заболеет. Вот это, наверное, птичий гриб прилетел. Вот. Так что у нас все хорошо. Не волнуйтесь, кто меня знает, кто меня помнит еще. И кто меня, возможно, будет помнить. Да, не волнуйтесь, у нас все хорошо. И я вам того же желаю спокойствия. И надо все как в реанимации. Знаете, сконцентрироваться. Решить, понять проблему. Начать ее решать. Вот так вот. Ну, и берегите себя и своих близких, и своих... И неблизких, и врагов тоже берегите. Потому что, кажется, нам без них жить. Ну, все. Счастливо вам. Удачи. И до следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok